Недоплата миллиарды рублей. В Барнауле обсудили, как снизить долги населения перед поставщиками коммунальных услуг. Надеются, что их услышат. Какие проблемы больше всего волнуют работников культуры края. Пустить по льду камень. На Алтае стартовал чемпионат по керлингу. Наши новости начинают свою работу в эфире. В студии Татьяна Голубева. Здравствуйте. Сегодня в краевой столице собрались травматологи-ортопеды из России, Германии, Чехии и Казахстана. Главная тема обсуждения – осложнение после эндопротезирования крупных суставов. Конференция проходит на базе Федерального центра травматологии и ортопедии. Специалисты делятся друг с другом своим теоретическим и практическим опытом, проводят мастер-классы. Отметим, подобные встречи с коллегами, причем не только из России, проходят регулярно, чтобы у сотрудников нашего центра была возможность знакомиться с новыми методиками лечения. Подробнее об этом в вечернем выпуске. А в эти минуты в Барнауле проходит пленарное заседание 10-го съезда работников образования. В нем принимают участие тысячи педагогов со всего края. На заседании обсуждают результаты работы краевой системы образования и определяют новые задачи на основе поручений президент России. По итогам съезда почетными наградами поощрят лучших работников сферы. Подробный материал о ходе и об итогах съезда смотрите в вечернем выпуске. Непростая ситуация с дебиторской задолженностью в Алтайском крае стала темой для дискуссий. В Барнауле прошла встреча за круглым столом крупнейших ресурсоснабжающих организаций с представителями власти и управляющих компаний. Подробнее в нашем сюжете. Дебиторская задолженность и как с ней эффективнее бороться – главная тема встречи. За круглым столом представители Ассоциации ресурсоснабжающих организаций Барнаула. Директоры Барнаульского филиала Сибирской теплосбытовой компании и Барнаульского водоканала. Участники круглого стола признают – законодательные и регулирующие инструменты, которые сегодня действуют, не всегда работают. Например, только сибирской генерирующей компанией барнаульцы задолжали более миллиарда рублей. За календарный год на 1 августа прирост составил менее 75 миллионов. В общем-то это, можно сказать, достижение. Такой минимальный прирост задолженности за прошедший год достигнут впервые. Во многом это заслуга расщепления платежей, когда деньги жильцов идут напрямую ресурсовиками, ну и расчетные счета управляющих компаний. Это мероприятие позволило поставить барьер возможности так называемого заворота денег на расчетные счета управляющих компаний и возможности руководителей этих управляющих компаний использовать эти деньги не по назначению. Каждый житель четко знает, сколько он заплатил за тепло, воду. Деньги сразу идут поставщику. Однако сегодня на рост дебюторской задолженности влияет нераспределенный объем ресурса. То, что было абонентом, потреблено, но в квитанции по оплате не попало. Эту тему затронул директор Росводоканала Барнаул Дмитрий Масловский. Решить проблему он предлагает путем обхода квартир, инвентаризации нежилых помещений и автоматической передачи показаний умными приборами. По мнению эксперта, все эти мероприятия должны вести управляющие компании и ТСЖ. Ирина Корчагина, Алексей Фризин. Наши новости. За прогнозы о росте стоимости бензина в 2019 году накажут руководители Российского топливного союза. ФАС России в ближайшее время намерен вынести предостережение Евгению Аркушу. Об этом сообщают журналисты полиции Брум. Какие еще новости попали в поле зрения корреспондентов Сибирской медиагруппы, смотрите в обзоре. С заявлениями о росте цены на бензин руководитель Российского топливного союза нарушает закон, уверяют ФАС. Раннее ведомство уже выдавало предостережение независимому топливному союзу, который сообщал о возможном повышении стоимости бензина. Евгений Аркуш не так давно обратился в администрацию президента, в котором говорится, что из-за повышения акцизов цены на топливо в следующем году могут вырасти на 10%. Он просил власти не допустить подорожания, сообщает полиция Брум. На месте нового тротуара в краевой столице образовался провал, пишут корреспонденты «Комсомольской правды» Барнаул. Речь идет о пересечении проспекта Ленина и улицы Пушкина. Черную дыру обнаружил фотохудожник Евгений Кучинцев. Спустя сутки после появления провал огородили. Когда его устранят, пока неизвестно. Известно лишь, что недавно здесь прокладывали коммуникации. Завтра в Наукограде пройдет акция по раннему выявлению рака молочной железы, пишет бейский рабочий. В поликлинике бейского онкологического диспансера осмотре желающих проведут врачи-онкологи-мамологи, онкогинеколог. Также можно будет сделать маммографию, ультразвуковое исследование молочных желез. Консультации бесплатные. При себе иметь паспорт Полис ОМС СНИЛС. Акция пройдет и в Барнауле. В онкодиспансере «Надежда» с 9 до 14 часов. Татьяна Голубева, наши новости. Писательское сообщество региона намерено обзавестись собственным домом. А библиотекари края все меньше верят в светлое будущее. Работники культуры своими проблемами поделились с временно исполняющим обязанности губернатора Виктором Томенко. Подробнее в нашем сюжете. В зале Краевого театра драмы собрались представители всех областей культуры. Хореографы, библиотекари, музейные работники, директора детских школ искусств. Проблем, как выяснилось, у всех предостаточно. Одну из них озвучил главный режиссер музыкального театра Константин Яковлев. По его словам, многие профессиональные актеры покидают наш край и уезжают в соседние регионы, поскольку там им предлагают более комфортные условия жизни и труда. Конечно, конкурировать сегодня с соседними регионами все тяжелее. и тяжелее с каждым годом. И поэтому хотелось бы предусмотреть не только какую-то мысль о повышении заработной платы, но и о постоянной аналитике, что происходит в соседних регионах. Утечка кадров – проблема, которую непременно нужно решать, подчеркнул Виктор Томенко. Он отметил, что хорошая заработная плата могла бы удержать специалистов, но поднять ее пока невозможно. Прежде необходимо повысить общий уровень экономики края. Мы же с вами все работники культуры, вообще говоря, сейчас я пытался бы вашу реакцию понять, вообще говоря, на средний уровень по краю вывели. Правда? Нет. Вот, видите, вот у меня отчет лежит за первое полумболе. 8700 работников в области культуры. Примерно 2000 работают в правилых учреждениях, примерно 6700 работают в муниципальных. Средняя зарплата 22,1 десятка. Один из важных моментов нашей встречи – будем разбираться. Все вопросы, заданные на совещании, так или иначе сходились к одному. В культуре недостаточно денег. И особенно это касается сельских районов. Директор культурного центра Мамонтовского района предложил организовать финансовую поддержку молодых специалистов. Без так называемых подъемных сейчас никто не соглашается работать. А вот представители писательского сообщества работать хотят, но негде. Сегодня в сельской регионе нет ни телефона, ни адреса, ни стола, ни стула, ни двери. Конфликт какой-то был с властями? Да, совершенно верно, был конфликт с властями. Не закрывать сельские библиотеки, выделять деньги на музыкальное оснащение школ искусств по возможности обеспечить жильем особо нуждающихся работников культуры. Виктор Томенко честно признался, что решить все эти проблемы сразу не получится. Но в Рио губернатор заверил, что все вопросы будут обсуждаться на уровне правительства. Елена Кузовкина, Павел Лаурнин. Наши новости. Сегодня в крае стартует чемпионат по керлингу. Его программа рассчитана на три дня, а среди гостей есть именитые спортсмены, в частности участница трех олимпиад, керлингиста Екатерина Галкина. Сегодня в Барнауле она даст пресс-конференцию, во время которой расскажет об истории относительно нового олимпийского вида спорта и поделится профессиональными секретами. После пресс-конференции Екатерина Галкина проведет мастер-класс на искусственном катке. Соревновательная часть чемпионата пройдет в субботу и воскресенье в Ледовом дворце спорта «Динамо». И в завершении выпуска о погоде спонсор прогноза погоды компании «Эвалар». Реагируйте на погоду. В любую погоду лекарства «Гинкаум» способны устранить головную боль, головокружение, шум в ушах. «Гинкаум» в два раза дешевле аналога. Почувствуйте разницу. «Эвалар» – выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP. В крае почти везде ясно. Плюс 22 в Заринске и Камнина-Аби. 27 тепла в Кулунде. В Барнауле днем 23 градуса выше нуля и без осадков. Напоминаю, телефон редакции в Барнауле 722-440. А к этому часу у меня все новости. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова